Моя картина, я ее называю «Глоток воздуха». Возможно, человек, которому я подарю эту картину, он уже устал бороться за жизнь, он уже давно не может спокойно дышать, может быть, это и в физическом тоже как-то проявляется, но достаточно одного глотка, чтобы не умереть, одного вздоха. И только тогда Бог открывается, когда это будет последний вздох, Господь откроет свою истину. И я верю в это, что Бога не может быть никогда мало. Пусть всегда в жизни у вас всех будет какое-то такое понимание, никогда не будет казаться, что Бог в изобилии, чтобы всегда вы стремились и бежали к нему, чтобы еще и еще вздохнуть, еще и еще получить эту порцию воздуха, которого не хватает там, где вы находитесь. Вот эта картина для вас, женщин, в красной, вот в чем вы, в свитере красном. Вы, 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 вы. Я хочу, чтобы мы все вместе помолились. Как вас зовут? А что для меня значит эта картина? Потом, после молитвы. Если хотите, что для вас значит эта картина? Спасибо. В этом глотке воздуха нуждаются все, абсолютно все. Верующие, неверующие. И может быть это даже тот глоток воздуха, о котором я рассказываю всем. Может быть даже тот глоток, который... Потому что Дух Господа Бог во мне. И вы знаете, я молчала. Но Господь говорит, выйди, скажи. На этой неделе я ночевала у одной сестры. Мы утром хотели поехать на молитву, на пост. И вдруг мне ночью, в 3 часа ночи, звонит дочь моя и говорит, что умирает. Год в 8 месяцев, ну, затыхается. И я встала сразу, стала хвалить Господа. Хвалить Господа, сказала Господь, не может быть. Я не принимаю это, Господь. Ты дал этого прекрасного Даниила нам, вымоленного такого, через... Дочь была в наркозависимости 8 лет. И когда я ехала в такси, я молилась на языках. Прибежала домой, дочь в состоянии... Ну, в таком состоянии бегает по комнате. Зять стоит, он вообще какой-то очумелый. Я быстренько помазала руки елеем. И начала молиться. Врач стоит, смотрит на меня. Я начала на языках и говорю, жизнь тебе, Господь. Говорит, включай лампочку, включай лампочку. Говори истину мою. Я стала провозглашать Слово Божие. Я говорю, считай ограждение до твоей истины. Восвобождаю ее сейчас. Он будет жить и возвещать дела Господни. На меня врач смотрит, ничего не может понять. Я говорю, ты будешь жить, Даниил, ты будешь жить, Даниил. Я не принимаю ничего в раке, на тебя наступаю сейчас. И просто вот вступилась в эту борьбу и молилась. Мы повезли на скорой его. Привезли на скорой, только привезли к врачу. И он открыл глаза и порозовел. Он вообще уже зеленый был. И порозовел, ручки ко мне тянет. И врач говорит, что... Я говорю, знаете, это вообще чудо для вас и для нас тоже в том числе. И вы знаете, вот сейчас мне Господь показал, что помнишь, когда ты ходила в больницу, и вдруг выходит из операционной, выходит сестра. И она мне знакомая. И она говорит, Катя, что ты здесь делаешь, ходишь? Ты же в Тосно живешь, а ты в Колпино ходишь. И я говорю, я сюда в церковь езжу. Я пришла благовестовать, а Господи, Иисусе Христе, сюда, в ваше помещение. И она мне говорит, а что ты в руке держишь? А я раздавала ленточки, как раз ходила, благовестовала. И она говорит, что... А дай мне, что у тебя? Смотри, такое покаяние и ленточки. И я говорю, я тебе не просто дай, я хочу просто, чтобы ты знала, насколько тебя Иисус любит. Стала про Иисуса говорить. И она говорит, слушай, так дай нам всем, кто в операционной находится, потому что они не поймут, я одна приду. Они все хотят это иметь. И говорит, знаешь, что, Кать, вот, может быть, ты вот настолько близка к Богу, но знайте, что мы все врачи молимся перед тем, как делаем операцию. Мы взываем к Господу, мы просим у Него помощи. Мы, может быть, не так благословляем, как вот ты сейчас рассказываешь и благословляешь, но мы сейчас все вопием к Господу перед каждой операцией. Потому вот этот глоток воздуха, который я сама получаю от Бога и отдаю его другим нуждающимся, вот, наверное, как раз он нужен всем. Слава Богу. Слава Богу. Давайте встанемся и помолимся. Господь, я благодарю тебя, Иисус, что ты наполняешь Господь, что ты даешь дыхание Господь, ты даешь жизнь Господь. Иисус, я благодарю Тебя, что ты не оставляешь Господь, ты всегда везде с нами, Господь. И в каждом дне Своем, Господь, мы будем благодарить Тебя за еще один подаренный нам день, за еще одну подаренную возможность дышать и отдавать это дыхание другим людям. Господь, я благодарю Тебя. Господь, я благословляю Екатерину, Господь, чтобы она дальше могла получать от Тебя этот воздух, Господь, и делиться с другими, Иисус. Чтобы все знали, Господь, что ты есть у нее, Господь, за то, что она не одна, Господь, но с Тобою. Я благодарю Тебя, Бог, за то, что ты никогда ее не оставишь, Господь. Господь, и спасибо Тебе, Иисус, за то, что есть такие люди, Господь, такие верные люди, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. И также благодарю Тебя и за врачей, Господь. Господь, только Ты даешь жизнь, Господь. И только Ты знаешь, сколько никому определено, Господь. И я прошу Тебя, Господь, благословить всех врачей, Господь, в чьих руках, возможно, Господь, Ты доверяешь эти жизни, Иисус. Я благодарю Тебя. И я прошу, чтобы одно упование было только на Тебя, Господь. Через имя Иисуса Христа. Аминь. Я живу в квартире на первом этаже с детьми. И напротив меня очень долго была квартира пустая. И смотрю, вселилась женщина. И как-то мы встретились с ней в подъезде. И оказывается, знакомая женщина. И что-то у меня такое, Господь мне говорит, я говорю, Господь, я не понимаю сейчас пока. Но стало мне показывать, что туда толпы народу идут, с фотографиями детей туда ведут. И Господь говорит, Ты мне нужна будешь, чтобы пойти туда. Я говорю, хорошо, Господь, но Ты мне обозначь время и дай мне ключ тогда, чтобы я имела власть туда прийти. Потому что я понимаю, что там делается. И вы знаете, сегодня как раз вот, так обычно с внуком, тоже много времени провожу. А сейчас пока не ищу восстановление уже. Слава Господу. Он уже хорошо себя чувствует. И Бог в этом прославился. И я говорю, Господь, вот когда срок? Он говорит, сегодня, сейчас пойдёшь. Я говорю, хорошо. Помолилась, сделала Библию. Через Ольгу Дмитриевну ключ получила, через откровение, вторую главу. И пошла. Пошла туда, пришла, значит, к ней. И думаю, какую мне первую зацепку. Взяла с собой чай, чтобы попить. И вижу на холодильнике у неё магнитик с Иерусалима. И я начала вот разговор с Тигрой. Святая Земля, где вот родился Иисус Христос. Она говорит, да. И потом она смотрит, смотрит на меня, говорит, я же вижу каждого человека. Я вижу все внутренности у человека. Я не понимаю, откуда у меня это. И я говорю, это дар от Бога у тебя. Но тот Бог, который тебе даёт, Он даром тебе его дал. Этот Бог. И Он хочет, чтобы ты даром несла людям. Она говорит, Катя, я читаю вот молитвы. Я её не осуждаю, но я просто говорю, что она вот деньги берёт. Она говорит, но я по крови не могу маму полечить. И сейчас мне Господь сказал, ты пойдёшь, и мама останет. То есть вот надо будет этот шаг сделать. И как раз вот этот глоток, который я получу, откровение от Бога, как молиться, что молиться, будет Богом как раз вот воздействован для восстановления мамы, вот этой женщины, Светы. А её надо присоединить к Божьему источнику. Я поняла, я всё это поняла. Но я только начала говорить об Иисусе, и вдруг бегает девочка, которая проснулась, и она от меня отключилась, и она стала её кормить. Я ей просто говорю, Света, у нас разговор с тобой не закончен, я обязательно к тебе ещё приду. И она вот даже вот так вот меня обняла, говорит, а я буду ждать. Я говорю, хорошо, Света. То есть Господь, Он туда будет войти, потому что нужна очень душа, и вообще вся семья это. Я понимаю это. Спасибо. 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 Продолжение следует...